Смотри, вот у нас два баклажана. В принципе, их можно запечь в духовке, так мне сказала Таня Ханум. Можно запечь в духовке, но мы вот запекаем, можно и так положить какую-нибудь или решетку, если у тебя есть, или еще. Самое главное, что они должны быть очень пропеченные, практически горелые снаружи. Потом сюда нужно добавить, видишь, раз, два, две с половиной столовые ложки соли. Если мы посолим эту воду как следует, хорошенько, то нам потом уже икру солить саму не нужно. Так, пока баклажаны запекаются, вот и болгарские перцы. Болгарский перец красный и зеленый. Как всегда очищаешь, вынимаешь, красота. Вот это нужно перцы очень-очень мелко порубить. Никаких, во-первых, не должно быть, естественно, семечек. И нужно очень мелко порубить еще. Так. Так, а помидоры мы уже добавляем потом в самом конце, да? Потом, да, когда уже вместе все будет тушиться. Вот так мелко хорошо, да? Да, хорошо. Это отлично. Так, теперь это у нас готово. Перцы. Теперь лук. Лук нужно точно так же. Одна луковица нам нужна, как сказала Таня. Таня тоже очень мелко нужно порезать. Сок, видишь, начинает. Запах такой. Запах костра. Так. Ух, как. Взорвал. Стреляют. Да вот, видишь, когда они начинают у тебя взрываться, это значит, они уже подходят к готовности. Близок, близок час. Так. На растительном масле делаем, правильно? На кукурузном вообще хорошо. На кукурузном хорошо, вот. Так, значит, вот можно добавить чеснок, но это уже в самом конце, да? Да. А вот еще, Юля, хорошо добавить майоран. Очень хорошо. Да, вот это такая трава. Слушай, майоран очень хорошая трава. Я тоже всегда использую, когда готовлю дома. Так. Лук, чтобы не сгорел. Вот прямо в лук я добавлю, присыплю, где-то пол чайной ложки майорана. И вот теперь добавляем, да. Ох, как я всегда говорю, две руки хорошо, четыре лучше. Поставим так. Ну что, баклажаны, по-моему, у нас готовы. Баклажаны должны положить готовы, должны быть в воду. Вообще надо вилочкой, вот я вилку принесла для этого. Опа, в воду. Вот, 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 вот. Замечательно. И теперь баклажан возьмет ту соленую воду. Вот, во-первых, соленая вода, он отдаст горечь, которую мы обычно ведь замачиваем баклажаны в соленой воде, если мы их жарим ломтиками, чтобы они коречь отдали. А здесь соленая вода сразу заберет горечь из баклажана. Так. Боюсь, чтобы не сгорел лук. Да, да, в нем нужно. Вот так все есть. Так, теперь это надо почистить. Угу. Она хорошо будет чистить. Хорошо будет чистить, да. То есть уже вот так. Действительно, слушай, это еще один способ, как чистить баклажаны. Потому что всегда тяжело снимать эту кожуру. Да. А это очень хороший способ. Вон, как она хорошо, легко сходится. И никакой вообще не остается мякоть. Все, это сюда. Все смывается, вымывается. И соль, которая нужна, баклажан берет свою соль, правильно? Да, если что, можно добавить потом по вкусу. Обязательно пробовать, конечно. Все чистенько. Теперь рубим, да? Рубим. Носочком рубим. Отлично, все. Все, и теперь это возвращаем туда на сковородку. В сковородку, да. Все это в сковородку. На огонь. Теперь уже огонь должен быть очень медленный. Очень медленный, да? Чтобы не подгорало, да. Чтобы ни в коем случае не сгорело. И запрет надо крышкой. Чтобы это тушилось, не жарилось. А тушилось, да. Сколько по времени должно тушиться? Ну, допустим, это количество, где-то, ну, полчаса. Но едим всегда холодным, правильно? Да, конечно, она вкуснее холодной. Вкуснее холодной, конечно. Крышка, крышка. Крышку сейчас. А вот здесь. Ну, все отлично. Все, накрываем, пусть оно тушится. А мы тем временем натрем помидорчики, да? Помидорчики пополам. Пополам. На какой терке? На крупной, да, да. Пополам. Квостик убираем. Да. И все, чтобы не снимать шкурку, все. Еще один способ снимать. Еще один способ, да. Снимать кожуру. А я всегда, знаете, что, кипятком. Кипятком, да. Ну, это же возня. Да, точно. Шкурку снимать, потом нарезать. А это же за пять минут, и все. Гениально. Век живи, век учись. Значит, у нас всего получилось по два. Ну, баклажан можно больше добавить, да? Баклажан можно больше, да, конечно. Теперь надо ждать, пока она потушится. Все. Все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok